У подъезда пятиэтажки на Суздалке уже вторые сутки стоит фортепиано. За это время на нем успел поиграть, наверное, каждый прохожий. Рядом с инструментом его хозяин по имени Олег. Рассказывает, фортепиано марки Ронда 1991 года подарили друзья. Точнее, просто привезли и оставили у подъезда. Его сюда привезли, чтобы мне домой, а мне он *** не нужно. Теперь инструмент оказался попросту ненужным хламом. Местные, кто посообразительнее, уже готовы на нем заработать. Сколько стоит? Ну давай касаем. В ночные концерты готова наказать полиция. Достаточно звонка. За действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время, предусмотрен штраф в размере от 200 рублей до 2000 рублей. Хорошие вещи, как тот же музыкальный инструмент, часто оказываются на помойке. От книг и игрушек до планшетов и телефонов. Кое-что себе могут забрать даже работники мусоровывозящей компании. Потребительский бум стимулирует то, что именно очень много бытовой компьютерной техники выбрасывается, зачастую еще пригодны к эксплуатации. В частности, вот мы сейчас используем холодильник, который был выброшен в отходы и найден нами на контейнерной площадке. Может ли хлам стать украшением дворов и улиц? Да, пожалуйста, примеры тому есть и в Ярославле. Студенты педагогического университета нашли вроде бы мусору свое применение. Из старых компьютерных мониторов они сделали клумбы. Правда, здесь пока кроме крапивы да травы ничего не растет. А вот как было бы здорово, выходишь, а тут сельскохозяйственные культуры. А в Рыбинске вторую жизнь собственному товару подарили сотрудники магазина сантехники. У входа в павильон красуется ванной унитаз с благоухающими цветами. Александр Лисицын, Александр Широкий, Сергей Ватин. День в событиях.